Дело в том, что с 27 ноября по 1 декабря у нас здесь в офисе состоится событие, которое я бы назвал бы такое событие не то чтобы городского масштаба, я думаю, что масштаба всей нашей страны. Значит, 4 тибетских ламы у нас будут в офисе создавать мандалу, мандалу кала-чакра. То есть это такое вообще просто очень мощнейшее такое, мистическое такое действие, знаковое событие, я не побоюсь сказать этого слова, в масштабах всей страны. Для чего вообще эта мандала создается? То есть я даже недавно фильм такой очень интересный смотрел, как создавалась мандала в кабинете президента Соединенных Штатов Америки, например. Понимаете, то есть серьезный дядька занимается политикой, а вот для чего-то он это делает. Вот кала-чакра в нашем случае это мандала, которая будет сметать, устранять все препятствия на нашем пути, разрушать какие-то старые связи, какие-то ненужные вещи, то есть просто тотальное очищение. Это благотворительная наша акция вместе с Натальей Правдиной, с компанией «Девять драконов». То есть ежедневная трансляция абсолютно бесплатна. В течение дня у вас будет возможность прийти, опять же, совершенно бесплатно совершить кору. Для тех, кто не знает, что такое кора, это ритуальный обход вокруг этой мандалы ровно столько, сколько вам лет. Такое количество раз вот такая традиция существует. А по вечерам, каждый вечер, на протяжении четырех дней у нас будут проходить пуджи. И, конечно же, Наташенька с нами будет вместе. Ну, сразу предупрежу, вот именно пуджи, вот они будут платные, потому что помещение у нас не такое большое, вместить мы всех не можем. Вот, поэтому там уже у нас будут продаваться билеты за недорого. Вот это вот единственное исключение. А так, пожалуйста, днем вы сможете посетить, послушать пение монахов и так далее и тому подобное. То есть это, что называется, free for you. А в пятницу у нас будет разрушение мандалы. Это символизирует о том, что ничто в этом мире не вечно. То есть это очень тоже мощное такое сакральное событие. Первого, да, первого декабря, да, там монахи повезут часть этой мандалы до ближайшего источника, до реки, будут сбрасывать туда отработанную энергию. А все оставшиеся, все желающие могут, что называется, взять себе на память в виде очень мощного, могучего такого талисмана. КОНЕЦ